Здравствуйте дорогие друзья, с вами канал Разнорабочий в Кубе. И сегодня мы будем заниматься восстановлением книги автора Л.Ф. Чернеева «Азбука судовождения». То есть, знак что это, ну, спецлитература по транспорту. Вот видим, что она здесь немножко облезшая. Так, здесь тоже видим, что расслоение уже произошло. Здесь тоже, вот, значит, это специализированная литература для человека, который собирается заниматься походами на судах. Вот. Непосредственно быть капитаном корабля, да. Вот. Здесь вот у нас какие-то... Все разных стран флаги. Издание 1984 года, издание третье, переработанное и дополненное. Тут об истории мореплавания рассказано. Значит, непосредственно... Чернеев Л.Ф. «Азбука судовождения. Учебное пособие для средних ПТУ». Третье издание переработанное и дополненное. 1924 год, 223 страницы. Значит, автор книги. Непосредственно сам капитан дальнего плавания. Профессор знакомит тех, чей труд связан с морем. И тех, кто хочет стать моряком, с основами судовождения, организацией службы на судах, устройством судна, методами определения направления в море и пройденного расстояния, морскими картами, штурманскими приборами, лоциями, другими пособиями. Книга предназначена в качестве учебного пособия для учащихся в средних профессиональных технических училищах. Также будет интересно для членов яхт-клубов, морских кружков, клубов ДОСАВ, молодых специалистов морского и рыбопромыслового флота. Книга, можно сказать, пришла по почте. Здесь вот у нас список, видимо, литературы, которые были использованы при составлении данного пособия. Здесь вот у нас оглавление. Что тут? Краткий очерк истории мореплавания, сигнализация на море, радиолокация. Непосредственно, как расшифровываются инициалы ЛФ Черниев. Леонид Федорович Черниев. Вот, ладно, приступим. Как бы, в системе восстановления книги мне понадобится скотч, ну и ножницы. Сейчас мы заклеим вот этот краешек. Это, друзья, такой пробный ролик. Будет он небольшой. Как бы, в принципе, книги мне нравится восстанавливать. То есть, как бы, чтобы они дальше не развалились, потому что, как правило, советские книги, ну, в большинстве, то есть, ну, вот именно углы страдают, да, то есть, со временем они где-то бьются. Где-то еще как-то, ну, то есть, тут вот так получилось ее заклеить, чтобы дальше книга не деформировалась. Потому что книга достойная. Как бы, как бы, своего читателя она найдет. Потому что, ну, информация тут полезная. Многие, кто желает свою жизнь связать с морем, потому что там зарплата достойная. Ну и, как бы, так. Своя, конечно, атмосфера. Да, понятно, что, конечно, пол жизни в море. Ну, это все дело, конечно, на любителя. Ну, деньги поднимают, там хорошие. Тоже там все зависит от должности. По-моему, даже самая небольшая должность матроса. Тоже принесет более-менее неплохие деньги. Да, вот, друзья, я вот тут креплю обложку к основным страницам. Вот. Чтобы обложка просто не гуляла. То есть, вот так вот получается. Вот оно. Скотчем все проклеено. И сейчас, как бы, основная корочка непосредственно уже с основными страницами то есть, вместе скреплена и уже уже не ходит отдельно. То есть, нету тут уже тут уже полноценный твердый переплет, который уже не гуляет, не ходит никуда. Так же здесь у нас вот сейчас с этой стороны скреплю скотчем. В принципе, книга будет выглядеть, как только что спущенная со слонка. конечно, это нужно сделать все максимально аккуратно, чтобы не искривить, чтобы страницы открывались ровно, чтобы обложка более-менее ровно прилегала. Так, ну вот здесь вот я уже немножко закосячил, Наверное, самый простой. Еще периодами при восстановлении книг использую обычные листы А4. Бывает, где-то восстанавливаешь обложку, где-то проклеиваешь. В принципе, здесь можно было даже отпустить кусочек листа А4. Ну, как бы уже вносить в старую желтую книгу, да, то есть именно нужно вносить какие-то изменения. Более-менее должно оно выглядеть, как оно выпускалось в те годы. То есть, да, бумага должна сохраниться та же, желтая, без всяких новостей. Чтобы восстановить, чтобы имела именно тот вид, в котором она выпустила в 84-м году либо еще в каком-то, потому что в советском году не было бумаги А4 вот этой белой. Была бумага желтая в основном. Друзья, такая вот мини-реставрация, да, более-менее, которая сдержит еще данную книгу. не один год послужит кому-нибудь. Вот. Все вот здесь вот аккуратненько у нас склеено. Так. В общем, как хотел, так и показал, что можно книгу элементарно скотчем подвосстановить. И плет будет, и вот она у нас будет держаться и ничего никуда не денется. Вот. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Может, где-то что-то наговорил лишнее. Ну, думаю, суть я донес. Всем спасибо за просмотры. Субтитры сделал DimaTorzok